я женился на этой жизни и продержав столько лет рот на замке посмотрю окупится ли это всем привет это как и всегда джаст илья и вы на моем канале мы здесь обсуждаем новинки сериалов кино и все в этом роде но что самое важное мы попытаемся выяснить стоит ли вообще нам тратить свое время на тот или иной продукт в данном случае мы обсуждаем новенький сериал от компании paramount плюс часть из вас даже и не знали что такая существует но тем не менее промоем плюс существует и у них прямо сейчас он going выходит сериал король талсы на данный момент там 7 серий я если знаете ну из меня исследователь так себе я точно не знаю я как бы оставляю для себя загадкой сколько же там бы по итогу будет серии в сезоне но я знаю что сериал уже продлили на второй сезон но для меня вот что самое важное если вы вводите до король талса или вот опять же вы видели превью этого видео вы конечно же увидите сильвестр сталлона и как бы считается что сильвестр сталлона в данном случае является таким вот продающим фактором чтобы вы смогли посмотреть этот сериал но для меня это совершенно не так ну ну правда давайте вот посерьезки для кого из вас сильвестр сталлона является ну каким-то вот таким зайти шажком в неизвестности по у сильвестр сталлона дай-ка я гляну что что с ним вот вышла сейчас на экраны но проблема то в том что сильвестр сталлона последние лет так 15 наверное в нормальных фильмах то и не снимался а всем известно что сериалы это новая нефть и меня конкретно в этом случае привлёк не сильвестр сталлона а тейлор шеридан я уже неоднократно на стримах говорил о том что тейлор шеридан отличный автор за которым стоит наблюдать и как у любого хорошего автора у него есть просто гениальные работы на есть ну прям откровенные посредственности и это я про тебя говорила у стола и это я про тебя говорю что-то там они меня убьют короче у тейлора шеридана на самом деле классный послужной список начнем с того что он был сценаристом фильма сикарио он же убийца который снял дэни вильнёв он же по моему если я не ошибаюсь и и ко второй части приложил свои ручки но я тейлора шеридана знаю в полной мере после фильма ветреная река если вы не видели фильм ветреная река ну вы многое потеряли это отличный фильм он вышел совсем недавно по моему 2016 году из того момента я его уже на данный момент посмотрел раза три настолько мне этот фильм нравится но помимо этого тейлор шеридан был сценаристом фильма любой ценой high or high water по моему если я не ошибаюсь вот как то так он назывался это тот самый фильм где большеголовые крис пайн и бен фостер грабят банки которым они должны деньги по ипотечному кредиту ипотечь компания то есть ну банк требует с них деньги чтобы они закрыли ипотечный кредит там несколько сотен тысяч долларов в то время как они в общем то готовы платить этот кредит и дальше но компания он же банк прочухала что у них на этой земле есть нефть и как бы можно вот так вот взять и юридически все это провернуть и забрать у них землю и в итоге они принимают решение что нужно грабить конкретно эти банки чтобы собрать конкретно эту сумму чтобы потом ее внести по ипотечному кредиту в общем если вы не видели любой ценой обязательно смотрите если вы не видели ветреную реку обязательно смотрите но вот что самое интересное то есть если у тейлора шеридана существует вот прям такие отличные и сценарные и режиссу режиссерские работы у него есть yellowstone как противовес его гениальности мне лично yellowstone вообще не понравился я я не понимаю что там можно зачем там можно наблюдать давайте знаете даже посмотрим потому что если я не ошибаюсь у тейлора шеридана был небольшой зашквар с таким произведением как сыны анархии но опять же да вот сыны анархии это такой сериал который лично я никому не могу рекомендовать и в общем то когда я начинал смотреть короля танцы это для меня был вот такой знаете сериал который я вам никогда не могу порекомендовать и в общем то зачем тратит на него время при обсуждении этого сериала но еще раз тайлор шеридан меня подкупает почему у меня подкупает ну потому что с вместе с говеном yellowstone у тейлора шеридан есть мэр кингстауна если вы не видели мэр кингстауна я практически уверен что вы не видели мэр кингстауна на кинопоиске у него 7000 всего 7000 оценок об этом сериале практически никто не знает потому что он от paramount плюс потому что его мало кто закупал для российского ну для рынка снг для российского ну и прицепом все рынки снг мэр кингстауна отличный сериал во первых там есть джерми реннер не то чтобы лучший актер на свете но в умелых руках в общем то он умеет играть там есть на самом деле целая россыпь классных актеров на которых вам обязательно нужно посмотреть на что самое важное это интересная криминальная драма называется он мэр кингстауна не просто так дело в том что главный герой его брат старший брат занимается тем что они выступают неким таким мостиком между криминальным миром то есть тюрьмой и вообще криминалитетом и законниками ну то есть поли полиции судами юристами и всем в того же то есть это такие решалы которые и там и вхожи и в вот этот тюремный ад и вхожи в законодательный ад в общем если вы не видели мэра кингстауна обязательно его посмотрите так молодца наведи его на потолок так а теперь и пусти его в моем направлении благодарю не могу сказать что король талсы хотя кстати у него уже рейтинг 81 и давайте так не с небольшим спойлером это заслуженный рейтинг ну я сейчас по порядку попытаюсь объяснить почему вам нужно посмотреть короля талсы ведь у меня как и всегда три категории это фильм который я всем рекомендую фильмы и сериалы сериалы и фильмы которые я никогда никому не порекомендую буду вас отговаривать их смотреть и вот серединка которую я сам смотрю но с вами делюсь потому что понимаю что это спорно понимая что кому-то может не зайти так вот король талса на первых двух-трех сериях для меня был таким вот таким вот сериалом о котором я не собирался вам рассказывать о котором в котором я был не уверен и в общем то сейчас уже на 7 серии я понимаю что мне это нравится потому что я его постоянно обсуждают с друзьями я постоянно его обсуждать у меня как минимум в окружении три человека который смотрит короля талсы и мы постоянно после выхода каждой серии ну там что-нибудь да обсуждаем ну у одного например претензия в том что что-то как-то вот мафия показана в этом сериале ну как-то не очень а я объясняю что в общем то здесь и не должна никак быть показана потому что сериал вообще не про это пусть уже эту король талсы рассказывает нам о том как мафиози он жену роль которого исполняет сильвестер сталлона отсиживает 25 лет в тюрьме то есть будучи взрослым полувозрелым гэнгстером он берет на себя вину чтобы не подставлять босса мафии садись тюрьму на 25 лет он хранит полное молчание выходит через эти 25 лет и знает что его ждет ну просто роскошная жизнь ему выделят какую-нибудь вотчину с которым будет стричь бабки он будет дальше заниматься бандитизмом его встретят со шлюхами кокаином может быть без кокаина но тем не менее со шлюхами с развратом и вот ну примут как родного но выходит из тюрьмы приезжает к боссу мафии понимать что все не так гладко что место ему в этом нью-йорке в современном через 25 лет нету он не может найти себя в этом новом совершенно непривычным для него мире на самом деле я вижу даже в этом то что нам тейлор шеридан ну и другие со авторы сценария с со режиссеры они рассказывают какую-то как бы историю человека по сути из прошлого хотите ну если хотите можете сравнить это с фильмом помните был такой фильм с брендоном фрейзером где он просидел в каком-то бункере и вообще не понимал как мир работает так вот сельвестр сталлона вот такой старичок кстати что самое важное для меня это было удивительно то есть сельвестр сталлона которому 76 лет в этом сериале не изображает молодого пышащего здоровьем сильвестра сталлона который такое мне так-то 65 я просто курил нет тут он играет 75-летнего у старичка но просто бодрого в хорошей форме старичка который отсидел 25 лет тюрьме для меня было удивительно что авторы решили так разумно поступать с персонажем чтобы он не изображала себя молодого вспомните фильм ирландец вспомните фильм грёбаный ирландец мартина скорсеза мартин скорсеза человек который кучу гангстерских фильмов снял и тут он решил а дай-ка и сниму художественный фильм со стариками и где они будут изображать молодых в то время как грёбаный роберт де ниро и джо пеша который плюс-минус одинакового возраста и там фильме есть такая фраза что типа эх парень ты молодой а я смотрю на двух стариков хорошо может быть лицо тайма и омолодили но вот физика тело она остается старческой в общем-то у сильвестра сталлона тоже видно по движениям по износу мышц по там то что у него суставы где-то может быть болят видно что это не молодой человек и он не играет не пытается даже играть молодого человека это конкретная роль на самом деле ему очень эта роль подходит первое что подкупает в этом сериале это вот это вот возрастная деталь во вторых сильвестр сталлона приехал к боссу мафии понимает что его отправляют в талсу совершенно другой штат он это воспринимает как оскорбление но ему объясняли что братан ты совершенно отстал от жизни тебе нужно поехать в новое место у нас нету места для тебя здесь но там ты сможешь заниматься всем чем хочешь просто присылай нам долю в раз в неделю и как бы к тебе никаких вопросов не будет он едет в талсу и понимает что это штат точнее город в котором ну куча непуганных людей но как минимум то есть буквально серия начинается серия продолжается да вот он едет в эту самую талсу и он берет себе таксиста в помощники буквально берет себе таксистов помощники первого человека которого он встречает в аэропорту едет с ним и говорит а ну-ка подожди от чудо магазин это это что подожди травку продают я слышал об этом я слышал об этом заезжает туда и тут же ставят людей на деньги ну в общем механика этого сериала понятно что персонаж стал он а он достаточно мэрис юшный у него все получается за чтобы он не взялся у него все получается но тем не менее на это интересно смотреть это совершенно незамысловатая криминальная драма про то как человек который старых порядков пытается общаться с современным миром там есть своеобразный юмор там есть знаете что у меня больше всего удивило так это то что в этом сериале сильвестру стал он и дают поиграть да я понимаю кто-то из вас сейчас может вспомнить какую-то из частей рокки цитату вот эту цитату который все постоянно любят приводить в пример что типа смотрите как стал он и играет где он зачитывает мотивационную речь о том что жизнь ударит тебя ты должен стать и ударить ей в ответ терпеть ним я не смотрел эту часть и как бы и не собираюсь но абсолютно как бы такая совершенно пацанская вот эта мотивация и я не считаю что это интересная роль в его смысле да потому что рокки как бы это альфа и омега в его карьере и кататься на одном и том же образе уже больше там 40 лет ну такое себе здесь же сильвестр стал он и играет итальянского мафиози отсидевшего 25 лет но что самое важно итальянского мафиози вместе с тем что он отсижил 25 ночью всю жизнь просрал не общается с дочерью не общался с женой не общался с сестру ни с кем не общался и это создает очень классные интересные конфликты внутри его желание искупить эту вину потому что там есть великолепная сцена на самом деле когда он общается со своим умирающим братом и рассказывает историю про бездомного которого они увидели в детстве который один в один был похож на бога и вот вроде как бы такая маленькая незначительная история но в этом как мне кажется я не знаю приложили к этой истории руку тейла шерид но вот его фильмы они очень часто пестрят вот подобными притчами они пестрят какими-то вот такими усиливающими моментами в сценарии когда вот если честно я в паре мест чуть вот прям был близок ну не то чтобы прям совсем близок но сериал трогает мы видим как играет сильвестер сталлона играет он очень убедительно в этом сериале мы видим как он знаете ненатужно пытается драму играть от а вот но видно что он перевод в этих всех шагах которые он предпринимает в сближении со своей дочерью который его ненавидит в сближении со своими родными он делает огромные усилия над собой но другого выхода у него нет его просто посылает нахер каждый раз но он стремится снова начать с ними как-то общаться наверстать упущенные годы наверстать упущенную заботу в общем сейчас я посмотрел уже семь серий по моему там сейчас стандартные сериалы идут 8 серий там ну может быть 10 хорошо досмотрим я знаете я на 3 на 4 серии я все еще сомневался потому что в этом сериале периодически возникают какие-то ну кринжовые моменты которые ты думаешь ну зачем вы сюда это вставили я я вообще не понимаю зачем вы это вставили ну например хороший пример мне привел один из друзей и знакомых он сказал что вот помните там была сцена но если вы видели то там была сцена когда они все собираются в баре собирается в баре чтобы пойти на разборки с местной бандой и вот помимо того что там страшная рожа страшная рожа это персонаж индейца это такой грозный индеец прикольный просто прикольный персонаж то есть это просто верзила страшной рожей но у него тебя такая суровая морда и когда они его зовут он такой то есть вот смотрите насколько это карусели жесткие в этой сцене значит страшная рожа говорит блин у меня нету друзей но то что вы меня позвали это многое для меня значит спасибо вам мужики что вы меня позвали на разборку для него как бы в его в мире в его системе координат то что его позвали на драку это уже великая честь и тут же в эту сцену входит отец одного из персонажей и начинается как это абсолютно морализаторская шляпа которую ну можно было элегантнее это обыграть гораздо элегантнее как мне кажется я уверен что таланты тейлор шеридан а ну и их соавтор давайте здесь понятное дело что на сценарий обработала там типа пять шесть человек да ну давайте конкретно вот над этим сериалом работала 5 человек естественно условно там тейлор шеридан например написал эту историю вкратце там по пунктам до что должно происходить а все остальные уже накидывали какого-то мяса но не суть важно я считаю что многие некоторые моменты можно было лучше разрулить но сериал я прям жду каждую серию с нетерпением я давно уже такого не испытывал когда найти у вас на протяжении всего этого ужасного 2022 года выходит куча там сериалов фильмов они все ну никакие а тут во первых меня бесит тоже сериал выходит по серии в неделю хочется как бы уже весь контент посмотреть ну вот я прям жду то есть я реально жду воскресенье воскресенье у нас получается до воскресенье он выйдет я жду понедельника а понедельник это у нас второе число 2 января чтобы посмотреть новую серию короля талсы да да сумбурно как и всегда сумбурно все в кучу свалил но тем не менее ребята еще раз я у меня не будет здесь каких-то рекомендаций типа там знаете а вот еще есть там два фильма я хочу вам сказать обязательно вот просто в обязательном случае если вы или например вы уже смотрите короля талсы вот представьте что вы уже смотрите скорее всего если вы здесь то есть вероятность что вы уже смотрите короля танцы так вот если вы смотрите короля талсы я вам настоятельно рекомендую пойти и посмотреть мэри кингстауна мэр кингстауна ну как вам сказать слушать у меня этот сериал дико впечатлил дико впечатлил я вообще не ожидал что такого качества парамон плюс ну типа кто из нас знает таки парман плюс никто это стриминг который не трясет индустрию но тем не менее по всей видимости они выкупили ну как бы с потрохами купили шеридана и он для них клепает хороший сериал это это хорошая тактика так вот ребят если вы уже смотрите король отался и вам нравится идите и смотрите мэр кингстауна он еще лучше лично на мой взгляд я вот ну я вот вижу что у мэри кингстауна оценочка 7 и 7 в то время как уровень короля толсты как бы оценка там 8 там и 281 в то время как я считаю что мэр кингстауна вообще 9 баллов совершенно спокойно 9 баллов понятное дело что будет еще второй сезон но мы не знаем что там будет может быть качество начнет отличаться драматически но если вам нравится мэр кингстауна а если вам нравится король толсты бегите смотрите мэр кингстауна на сегодня у меня все этим ребятам с бусте я как и всегда говорю огромное спасибо не забывайте что на бусте у меня просто огромное количество контента там больше ста часов и я постоянно теперь туда выкладывающий эксклюзивный контент который выходит только там и больше я его в общем-то нигде не могу выложить это реакции на фильмы на сериалы в общем это то как я либо с другом либо с женой смотрю фильмы и сериалы и мы обсуждаем их параллельно ну например у меня недавно выходил банши и за не ширина ну вот помните но новенький фильм который сейчас будет номинироваться на оскар так вот банши и за не шириной я там смотрел и там же в общем-то сделал небольшую рецензию и как бы описал что мне понравилось что мне не понравилось также там сериал и другие фильмы в общем там много чего есть посмотреть так что еще раз этим ребятам спасибо за внимание спасибо за поддержку а вы если хотите увидеть гораздо больше контента приходите переходите на бусте и до увидимся на стримах всем пока